Они остаются женщинами, шочут они, но другие весьма знающие люди, а ты чувствуешь, они там разумевают, женщина теряет свою суть, нет больше женщины. Сейчас уже не скажешь, наверное, существуют ли еще женщины, будут ли они существовать всегда, надо ли они этого желать, какое место занимает женщина, какое место им следовало бы днем занимать. Но прежде всего, что же такое женщина? Это матка, говорит Андрей. Между тем, об иных женщинах, но такие заявляют, это не женщины, хотя у них и у всех остальных есть матка. Все согласны признать, что в груди человеческом есть самки, и сегодня, когда бы это ни было, они составляют примерно половину человечества. Все же нам говорят, что женственность в опасности, нам желают быть женщинами, а станьте женщинами, станьте женщинами. Значит, не всякое человеческое существо женского пола обязательно является женщиной. Для этого нужно приобщиться к находящейся под грозой таинственной реальности, которая и есть женственность. И не что выделяет женщинами, но категоризм сдал позиции биологической и общественной науки, уже не веря в существование, в языке неизменных сущностей, которые обуславливали неизначально данные характеристики, будь это характер женщины, еврея или нервного. Они рассматривают характер, как вторичную реагу с ума в другую ситуацию. И сегодня женственности нет, потому что ее никогда и не было. А означает ли это, что слово «женщина» вишеново всякого содержания? Именно так растущего указывает второе депутатописпросвещение, пациентализма, знаменализма. Детка женщины — это представители рода человеческого, которых произвольно называют словом «женщина». По поводу одного труда, очень вызывающее безвязное раздражение, как закладывая вам модернурмами «Элон Сэнс». «Самеренная женщина, утраченный дом», в городе вам, писала «Я не могу справедливо судить от лидеров, на которых женщина рассматривается как женщина». Я убеждена, что все мы, как мужчины, так и женщины, и кем мы ни были, должны восприниматься как человеческие существа. Мужчине не пришло бы в голову написать книгу о специфическом положении, занимаемом в человеческом роде лицами русского пола. Если я хочу найти себе определение, я вынуждена прежде всего заявить «Я — женщина». Отношение звукового не идентично отношению двух физических зарядов или по лицам. Мужчина представляет собой одновременно положительное и нейтральное начало. Вплоть до того, что французское слово «резон» означает одновременно «мужчины» и «люди». Женщина поддается как отрицательное начало, настолько, что его и ее качество рассматривается как ограниченное, неспособное перейти в положительное. Подобно тому, как у древних существовала абсолютная вертикаль, за отношением к которой определялась надморная, существует абсолютный человеческий единый мужской. У женщины здесь и их единый макро. Эти специфические условия определяют ее субъективный мир. Некоторые охотно утверждают, что она выслит своими железами. Мужчина величественно забывает, что и в его анатомии есть гормоны. Он ощущает в свое тело прямое и нормальное отношение сферой, которое, как ему кажется, он достигает его агрессивности. Когда поддела женщины представляется ему отягченным всем тем, что подчеркивает специфику этого тела. Это опять препятствия к этой макро. А Иисусик говорил о рамках женщины, которые должны рассматривать как страдающие от первого единства. А в святой хамам Атмирску предлазил, что женщина – это несостоявшийся мужчина. Существо обычное. Человечество создало мужским полом. И это позволяет мужчине определять женщину не как каковую, а по отношению к своему себе. Она не рассматривается как автономное существо, она самоопределяется и выделяется относительно мужчин. Но не мужчина, а относительно ее. Она другой. Идея закулацная, высшей ясностью выражена Левенапса. Его эссе «Гремя» и «Другой». Я положаю, господин Левенапс, не забываю, что женщина тоже сама в спасении сознания. Но поразительно, что он принимает мужскую точку зрения, даже не упоминая о взаимозаминятельности субъекта и объекта. Когда он пишет, что женщина – это тайна, он понимает, что она тайна для мужчины. И получается, что это, претендующее на объективность описания на своем деле, на самом деле, является утверждением мужского древнейшинства. В самых примитивных обществах, в самых древних неположьях всегда можно найти регулируем одного и другого. Это разделение первоначально не было, что надо распределение одного. Это деление не зависит ни от каких-то магических данных, таких, которые он, среди прочих, следует из кругов, раноэтос еще в их китайской философии и работают друзья Агенте и Ирино. Парни, парнина, митра, уран, зерц, солнца, мна, день, ночь, первоначально не рисуют себе никакого женского элемента, точно так же, как противопоставление добра и зла, благоприятных и неблагоприятных принципов правого и левого, бога и муниципера. Другое, иначе, это одна из элементарных категорий человеческих эмоций. Ни один коллектив иногда не определит себя как мечта, сразу же не поставит собой духов. Для переменского жителя, чьи это для жилых и удивительных поразительные другие. Для украинцев, которые были в страны, жители всех остальных стран представляются чужими. Евреи другие для анти-серистанцев, негры для американцев и расистов. Сузенцы для коммунистов, пролетарии для имущих классов. Многое, напротив, проясняется, когда свет за гибелем, обнаруживая в самом сознании фундаментальную враждебность по отношению к любому-другому сознанию. Субъект, мыслись, как только противоположание. Он укрепляет себя как существенное, а дает все остальное и несущественным актентом. Между делениями, планами, нациями, гласами возникают спорные снимки, добрые, прекрасные спорные поединения, благодаря которым люди перестают их абсолютные понятия и нарушивают свое относительное. Более-не-более интеливные группы вынуждены признать обоюдной направленности в своих отношениях. Как же шли делать, что между полами эта обоюдная направленность не была установлена? Что она из тех, кто будет, и что же? Один из тех, кто явился как единственное существенное, а оказал второму какую-то такивую опасительность, а против нее как совершенно другой. Почему женщины не оспаривают лишь твое верховерство, ни одеться, ни признают себя не с твоей, ни с того, ни с сего, ни существенным? Откуда это подчинение женщине? Известны и такие случаи, когда на протяжении более-менее длительного периода одной категории давалось крайне абсолютное господство. Часто причиной, что в первую очередь, становится численное неравенство. Большинство участвует, что вкусные законы подтвергают его гонения. Но женщины не являются меньшинством, как в небе в Америке, или в мире на земле, и в мире, женщин столько же, сколько мужчин. Женщина воспринимает себя как несущественное, на котором мы предлагаем, как несущественное, потому что она сама не осуществляет это превращение. Мужчины называют их женщиной, и женщины себя называют, и что из-за их тоже слова, но они не подходят себя по-настоящему, в качестве человека. Дело в том, что у них нет людей, не способны образовать единство, которое полагало себя в противопоставлении. И нет собственного прошлого, собственной истории, и нет трудовой солидарности, и общности интересов, как в пролетании. Они живут в серии с их мужчин, и живут в работе экономическими интересами, социальным происхождением, оказываются в сфере связаны с некоторыми мужчинами, как отец-муж и социальные женщины. Балое, как это, это неизвестное любвиство, это половина, которое переговорно от одной войны, и какое-то настроение общества по предкам, было невозможно. Именно этим определяет самая женщина, она друг будет внутри единого целого, типа элемента, которого необходимо другу. Можно положить, что это взаимная необходимость облегчит освобождение женщин. Биологическая ответственность, социальное желание, желание медпотомства, которое ставит мужчину в зависимости от женщин, в связи с этим планом, не освободила женщину. Женщина всегда была, если не работала мужчины, то, по крайней мере, его посадка. Мир никогда не приобретал правильности, и не обумирала. Сегодня положение женщины еще не очень, еще очень невыходно, хотя они меняются. С экономической точки зрения, мужчины и женщины это практически вековство. И тоже в правом условиях мужчины имеют более выгодное положение, более высокую зарплату. Они имеют имеющиеся у них конкретной власти, они еще заслечены пристежами, которые традиционно подъюзываются всей системой. Воспитание детей за настоящим выступает в прошлое, а в прошлом историю творения женщины. В тот момент, когда женщины начинают принимать тесное восхоение, в мировых еще все целое принадлежит мужчина. В этом абсолютно умирены мужчины и почти уверены в женщины. Отказаться от них других, отказаться от их посудницы, мужчины, от начала будет не ответиться по всем преимуществам, которые может подставиться в успешной каске. Мужчины с южем гарантируют женщин, красавы, посетя и защищают государство для оправдания и существования. И вместе с экономическим риском она избегает риска это физическое. Ибо свобода принуждает самостоятельно определять собственные цели. Но это легкий путь. Он дает возможность их держать при его убитии и напряжении с мыслями к мужчинам и существованиям. Таким образом, мужчина, конструктурующий женщину как другого, находит в ней сильную тяну способность женщинам. Такая женщина не требует признания себя в клиентах, потому что для этого ее нет конкретных сведений, потому что она не предполагает какие-то связанные для мужчин, не предполагая обратных связей, потому что часто ей нравится культуру и культуру. Но сразу же возникает вопрос, а как началась вся эта история? Почему же так случилось, что мир всегда принадлежал мужчинам, и за сегодня положение вещей меняется? Среди прокодеятельств, за которые Платон благодарил военность, первым давал, что они создали его свободным, а не равным, вторым, что он мужчина, а не женщина. Законодатель, священный, и философ, писательный заключенный Яна доказывает, что причинное положение женщины удобно не писал и належил на земле. Монтейн очень хорошо понял в произвом несправедливости удела выброшенного родного женщин. Женщин не за что обсуждать, что когда не окажется принимать порядок и не в этом мире. И в этом деле мужчины без их участия. Бело в том, что сегодня мужчинам не приключительное значение социальной жизни. Раз, которые считались, это значение незначение ее моральные и индивидуальные последствия для женщин используют в том, что может показаться в каких источниках ее изначально преимущественных свойствий. Если мы рассмотрим так, как ведут настошенные женщины, то увидим, что наиболее распространенная точка зрения это общественная обмага и общая деятельность. Любой семье конкретно обладает себя чем запрендированные отжарщики. Проявка это и трансцендеризия. Вот почему особенность ситуации женщины состоит в том, что обладает как у человека подобной способностью, она познается и выбирает себя в мире. Мужчина заставляет ее принять себя как другого. Ее хотят определить в качестве объекта и обладает тем самым наиболее в космосе, поскольку трансцендеризия ее будет постоянно осуществляться в любви сознания, в сущности и суверенном. Попытаемся поанализировать, как стремляют реальность женского бытия, почему женщина была определена как другой и каковы были последствия этого определения с точки зрения мужчин, а затем с точки зрения женщин. Такие личности, которые в этом все будут творить в лес которые демонстрировали, что не полноценная женщина определила ее нечножную роль в истории, а нечножная роль в истории обрекла ее на неполноценность. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok